начнем с того на чем закончили в прошлый раз вас точнее даже не так а у нас все вместе значит помнится я в прошлый раз попытался показать как планировать писать программу знака интер объект на меня ничего не вышло потому что я не нашел одной простейшие вещи вот до которой я в этот раз добрался ну и вообще мы немножко поговорим про видишь ты в целом то что я хотел в прошлый раз сделать и не сделал про объектное планирование и немножко поговорим про всякие штуки которые с гитом можно сделать собственно у нас близится время поделиться на команды вот я об этом видимо в конце еще расскажу вот значит ну что значит продолжаем с того места на котором с которым мы не смогли начать прошлый раз в чем вот те кто делал домашнее задание кстати делайте домашнее задание пом трех пока что оно закончится в понедельник так что у вас еще есть время вот три по моему я принял этих самых пол реквеста значит те кто делал домашнее задание понимает что видел что если писать вот в таком погонном стиле в котором мы писали наш пример вот пятый прошлый раз то очень быстро ваша программа превращается в такие бесконечные столбики заведения и настройки разных виджетов примут бесконечные бесконечные особенно если этих виджетов много в принципе когда вы работаете с гуи у вас такая история посеместно то есть надо понимать что разработка графического интерфейса она в большой степени превращается в описывание этого самого интерфейса вот причем как это не печально всевозможные дизайнеры генераторы интерфейсов не очень сильно в этом помогают потому что какой-нибудь плюс плюс билдер или там для питона для тк интер есть билдер я упробу может быть покажу следующий раз вот довольно легко задизайнить очень простое предложение с помощью дизайнера и вписать в нужные места обработчики но как только вы делаете что-то из реального мира так сразу получается что сгенерированный вот такими дизайнерами шаблон гораздо сложнее чем гораздо универсальнее чем то из реального мира что вы собирались запрограммировать а чем универсальнее шаблон тем больше в него приходится вписывать всякого а уж читать потом это невозможно совсем вот так что реального выхода нету вы терпите графически по гуи он в принципе такой вот она как не трудно догадаться ну как не трудно вспомнить объектное планирование помогает такие вещи слегка разлинеет чтобы они значит были не в столбик а были вложены друг в друга за счет того что объекты представляют собой вложенное пространство имен сейчас мы даже не будем говорить про всякие наследования особенно не будет добудем но не сильно вот а будем говорить именно про то что когда вы работаете с графическими интерфейсами довольно довольно удобно представлять себе их как вложенные объекты причем как в плане ну рисование их на экране да так и в плане так и в плане разработки вот ну да ладно давайте значит все таки начнем вот у меня есть уже готовый пример сейчас мы его откатим куда-нибудь как куда-нибудь вот сюда значит сделаем веточку самым-самым начальным состоянием вот заодно поясняю что я сейчас сделал я посмотрел историю разработки я придумал немножко не некоторый пример вот этот пример начинается вот здесь видите вот я запоминаю вот этот этот комит айди кстати сказать не планировал сегодня рассказывать а надо было давайте мы познакомимся с новым понятием в гите который называется тег то бишь ярлык то бишь ярлык вот он назывался гит хист видите значит перескакивая система на тему обратите внимание что если вы почитаете большую книжку по гиту который на которой ссылка есть на на нашем сайте вы увидите что гит помимо того что обеспечивает такие вот ну рельсы для работы вот с для совместной разработки про которым уже немножко поговорили да там дисциплина делай то делать делай раз делай два публикуй мерси и так далее гит на самом деле очень настраиваемые системы вы можете буквально любую операцию которую вы делаете с вашим репозиторием обмазать всевозможными хуками какими-то то есть какими-то какими-то сценариями которые выполняются в момент допустим пуша или чего-чего-нибудь вот в частности есть такая штука как алиас вы можете задать задать алиас вот таким вот образом и он будет выполнять вот такую команду вот ну вот выглядит это так вот я кстати не сам написал у кого-то подглядел обратите внимание что это примерно то же самое что гитлог только каждый комит вы представлен одной строкой и комит месседж сокращен до короткой формы вот даже в такой короткой форме как вы понимаете совпадение комит айди вот этих хешиков практически невероятно вот кстати сказать обратите внимание что эти короткая форма комит айди 4 5 9 5 8 это 6 цифр из длинного комит айди начиная со второй почему-то вот ну какая разница случайность она и есть случайность ну вот так вот возвращаясь к тегам комит айди это штука совершенно ни о чем не говорящий когда вы хотите ссылаться на какие-то ветки на какие-то точки вашей разработки не ветки на какие-то точки вашей разработки вы конечно можете сделать дерево и потом с этим деревом как-то работать но дерево это целый срез объектов плохо слышно повторите пожалуйста ну правда отсюда плохо слышно ну вот я еще раз повторю говорить погромче правда иначе это такой шум непонятный получается вот потом мне все равно придется повторять на камеру потому что даже когда вы говорите громко я слышу а камера нет да так вот значит о чем больше то я о тегах вот значит конечно можно делать ветки но ветки это из пушки по воробьям потому что ветка это целый срез разработки они нужны для того чтобы делать отдельное большое изменение чтобы потом их сливать чтобы в них работали разные люди ну и так дальше здесь речь идет всего лишь о том чтобы пометить какой-то комит просто пометить так вот мы можем взять и пометить какой-то комит кажется вот этот какой-то меткой говорить гит тэг да не не гит а тэг давайте почитаем help сначала тэгнейм потом комит гит тэг 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 нейм ну допустим например к шестой лекции да ой нет это я не то сделал это я пометил текущий удалим этот тэг вот а пометим вот этот камень вот как это выглядит теперь гит ткань не стоит но хорошо кугит стоит кугит стоит вот смотрите вот у нас история разработки и вот тут вот к вот этому конкретному комиту прилеплен тэг x06 да вот точно это в красивом виде выглядит так в обычном виде это выглядит так вот что можно с ним еще сделать с тэгами нужно минус l сказать но я думаю что это все без разницы вот да самое главное что мы теперь можем ну кстати можно сказать гид describe и он нам скажет а describe нужен только annotated тэг хорошо давайте сделаем annotated тэг уберем вот этот значит тэга вбивает два вида на самом деле три обычные просто метки annotated то есть содержащие подпись словами почему я пометил этот кусок и подписанные это annotated но еще и подписаны электронной подписью удобная вещь когда вы работаете совместно для того чтобы ну допустим отмечать кто конкретно вот этот так поставил у нас например в сообществе все исходные 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 пакетов хранятся в в гид архиве и сигналом для сборки очередного пакета из исходных все является посылка именно подписанного аннотированного тэга ну вот значит давайте мы удалим этот самый тэг который был обычный и подпишем его в смысле дадим скажем аннотированный тэг вот он говорит ну чё вот вы создаете тэг x06 подпишите его ну вот можно подписать начало примера шестой лекции не подписать а надписать извините подписать это подписать электронной подпись ну вот вот теперь у нас тэги аннотированы и git describe нам скажет что наше текущее состояние оно достаточно далеко ушло от этого места отстоит на 10 коммитов от ближайшего тэга который называется x06 аннотированного вот и теперь мы можем сказать git check out check out минус b ну скажем да и вот этот самый тэг сказать ему x06 вот значит по команде git check out минус branch был создан branch под названием шестая лекция вот он был создан из такого commit id которому соответствует x06 и сейчас если я скажу git describe мы увидим что мы в точности находимся на этом тэге вот вот так это выглядит вот так это выглядит вот так это выглядит в качестве дерево разработки видите вот у нас это у нас хет то есть ой 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 как бы ммм глава разработки его как бы самая 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 продвинутая часть вот а вот это у нас ветка под названием lecture 06 и вот этот же commit он один и тот же он помечен еще тэгом обратите внимание что сейчас вот эта вот красивая штука которая называется kugit не показывает что у нас началась новая ветка вот когда мы будем продолжать что-то делать то вот эта ветка зелененькая ветка lecture 06 поедет в качестве отдельной ветки разработки а тэг помечает тот commit который собственно общий для нее и для исходной ветки так вот вот значит сейчас посмотрим что у нас что у нас лежит в этом самом вот значит вот короткая короткая программка короткая программка которую я собственно практически такую я на прошлой лекции начал писать не дописал вот которая делает все то же самое что мы делали с вами в прошлые разы только только создает объект главное отличие того что мы делаем когда скажем так того как принято использовать tk-inter от того как принято его использовать вот в погонном виде главное отличие состоит в том что мы не открываем отдельного окна которое называется tk видите мы сразу заводим окошечко вот этот класс об у нас она следует наследуется сразу не окошечко рамочку сразу от рамочки frame в принципе давайте попробуем да ну давайте посмотрим что здесь происходит а потом попробуем посмотреть почему так значит то есть мы сразу создаем рамочку под эту рамочку по умолчанию запустится окно интерпретатор tk и с ним как бы просто мы к ним не будем к нему не будем обращаться вот создается это окошечко давайте вот временно это все удалим вот эти вот эти две строчки да и эту тоже вот все становится еще проще создается окошечко создается кнопочка quit вот и вот это тоже а нет этого можно не трогать вот ну вот это примерно так выглядит вот у нас запускается наше ой вот наше приложение все хорошо обратите внимание что будет если я здесь поставлю grid какой-нибудь ну хитрый ну например ну не знаю допустим ну вот этот стики да вот n e плюс s плюс v по идее эта кнопочка должна расширяться теперь она будет прилипать ко всем краям и по идее она должна расширяться во всю ширину и во всю длину но нет не будет она этого делать почему она этого не будет делать потому что она расширяется во всю длину А, нет, она этого не делать не будет, потому что нам сначала здесь прописать этот самый column-конфигурь. Вот этот фрейм еще, надо сказать, фрейм, column-конфигуре, column-ноль, запятаем, это ноль. Равняется 1, column-ноль, спасибо, я все время путаюсь, не путаюсь, а ошибаюсь, и row-конфигуре. Как ни странно, ничего не должно измениться. Так, что сделал не так? Индекс. Что? Секунду. Да нет, все вроде нормально. А, конечно, не frame, извините. А, this, в смысле self. Вот, теперь у нас... Да, что такое? Column. Угу. Что еще не так? Да row уже, господи. Что-то я никак не проснусь, извините. Так. Ну мы... Если в слове хлеб сделать пять ошибок, получишь четыре ошибки, получишь слово пиво. И тем не менее, ничего не происходит. Ничего не происходит вот по какой причине. У нас вот эта рамочка, которая frame, она все равно нерастяжимая. Вот с этим я боролся в прошлый раз. Эта рамочка нерастяжимая, она все равно занимает фиксированное пространство, потому что у нас геометрия сетки самого вот этого окошка, открывшегося нам по умолчанию, никак не задана. Вот. То есть, что бы мы сейчас ни делали, какие бы стики сюда ни ставили, все равно у нас кнопочки все будут прилиплены в углу, потому что у нас вот этот frame будет прилиплен в углу. Вот. Вот ради этого я и порылся немножко в документации и обнаружил, что мы можем получить у нашего окошка его родителя, в который он вписан, и от него, от родителя вызвать вот этот вот самый raw configure. То есть, что мы делаем вот этим классом? Мы заводим frame, вписанный в какой-то мастер, по умолчанию no, то есть, по умолчанию для него запустится токаинтеровское окошко, и этому окошку, то есть нашему мастеру, говорим, я займу нулевую ячейку и буду расширяться во все стороны. Если я в это окошко больше ничего не впишу, то фактически это задание frame, то есть рамочки, которые будут вписаны в окошко и расширяться вместе с этим окошком. Заодно мастеру можно присвоить какой-то тайтл. Вот. Так что вот то, что я нашел на прошлой лекции, это self-master, доступ к родительскому окну. Вот если мы сейчас скажем вот так. Да, теперь надо отконфигурировать сам виджет этот, да. Вот так сказать. И вот так сказать. Чтобы в самой геометрии самой рамочки работало. Вот. Вот мы получили ситуацию, когда у нас виджет, засунутый в рамочку, ячейка, соответствующая виджету, засунутую в рамочку, расширяется вместе с ним. Да. Для этого нам пришлось работать с двумя упаковщиками. Упаковщик grid, соответствующий внешним окном, которое было создано автоматом. Да. И упаковщик grid, соответствующий frame. Один вот этот, другой вот этот. Вот теперь все нормально. И здесь мы можем устанавливать уже, когда упаковываем нашу кнопочку, ее прилепление к какому-нибудь краю, это уже не важно. Ну, допустим, вот так. Вот она будет, я так понимаю, сверху посередине. Нет. Да. Справа, 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 справа во всю ширину. Вот. Да. Значит, во всем остальном объектный подход, в общем, такой же, ну, выглядит так же, как мы это делали, ну, обычной программой. Да, тут ничего такого не происходит. Вот. Удобно только то, что когда вы делаете какой-то сложный составной виджет из нескольких, вы его потом можете плодить путем порождения новых экземпляров того же самого класса. Ну, ладно, значит, вернулись сюда, давайте мы, ой, вот. Ничего особого здесь нет. Я обещал показать, обещал показать, что у нас можно создавать тк-интер вот так. И это будет заоткрыто базовое окно. Вот оно. Оно называется точкой в терминах тк-интер. И в это базовое окно мы уже можем что-то вставлять. Ну, так же, как мы это делали в прошлый раз. А можем сразу сделать вот так. Видите, что произошло? Опять произошло открытие базового окна, на котором ничего нет. Вот. В котором будет заведен вот этот объект frame. В терминах тк-интер он выглядит вот так, да. Базовое окно, точка, восклицательный знак frame. Вот. А само базовое окно доступно вот таким образом. Вот оно. То есть оно просто, базовое окно запускается к вам по умолчанию, если вы его специально не открываете. Ну вот. Теперь давайте немножко модифицируем эту штуку. Ну, сейчас я посмотрю подсказочку. Так, это предыдущая, это предыдущая. Вот. Ну, собственно, в этом примере я... А, нет, это тоже предыдущая. Да что ж такое? Где она тут? А, вот. Это я не в ту ветку полез. Секунду. Значит... Уф, много наплодил. Да, вот он наш пример. А, значит, я сегодня... Все, я вспомнил, извините. Я вспомнил. Я сегодня собирался... Собирался рассказать про штуку, которая называется Canvas. Canvas — это рисовалка. То есть это такой виджет, на котором можно рисовать графические объекты, там линии, всякие прямоугольники, треугольные эти самые... Окружности, картинки туда вставлять. Ну, вы это увидите, когда будет делать домашку. Вот. Давайте мы помержемся или популимся. А, да, он не ремонт. Надо мерж было сказать, почему я пускал пул. Вот. Значит, что у нас получилось? Смотрите. Сама наша приложенька, которая апп, не изменилась. Да? Мы завозим в нем рамочку, эту рамочку расширяем на всю ширину окошка. Все. Вот. Мы берем простейший виджет, который называется Canvas. Напоминаю, что на нем можно что-то рисовать, и на нем можно ловить события от мыши. И делаем класс от этого Canvas, в котором будет ничего. Он будет просто вызывать init от Canvas, но он будет вешать на нажатие кнопки. Ну, банальный дамп всех параметров. Соответственно, породим из нашего апп класс, который называется MyApp, который будет добавлять к нашему аппу Canvas. Все остальное будет то же самое. Вот вам не столько уменьшение количества кода. Ну, как известно, объектное планирование только увеличивает количество кода. Сколько его разбиения, да? Какие-то базовые вещи делает апп, а MyApp только добавляет Canvas. Вот ради этого, собственно, все, все, все объектный подход и делается. Значит, мы заводим этот Canvas, упаковываем его в левый верхний угол, и, собственно, все. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Вот этот Canvas. По умолчанию он какого-то размера. Вот я на него нажимаю кнопочку, и там возникает событие. Мы видим, что обработчику передается два параметра. Объект, которому пришло событие. Это наш Canvas. И само событие. Само событие, в котором есть, например, координаты мыши. Вот такие дела. Наша задача за сегодня сделать какую-нибудь рисовалку, да? Какую-нибудь штуху, которую можно было бы эти координаты мыши, с помощью этих координатов мыши рисовать какие-то объекты. Ну, давайте мы для начала... Я попробую вспомнить, как она называется. Ну, вот это точно называется Button Release. Вот, это когда кнопка поднимается. Вот. Вот я нажал, вот я отпустил. Вот. А вот как называется движение, я не знаю. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Э-э-э-э. Мышка прыгает. Это клик. Клик мне интересен. Давайте посмотрим где-нибудь в нормальной документации. Значит, практика показала, что наиболее разумной является документация, которая вот здесь и в которой в университете, университете Нью-Мехико. Она просто огромная. Та, которая в университете Нью-Мехико, документация просто здоровенная. Сейчас мы найдем это место. Вот, НМТ. Нью-Мехико технология. Вот. И там, значит, про каждый из этих объектов написано очень много. И вот нам нужно... Нам нужно всего лишь забиндиться, да. Да. Так, либо здесь, либо тут еще. Сейчас, секундочку. Конус. Давай, 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 давай. Во. Еще вот тут можно. Вот. Он называется B1 Motion, это событие. Вот я вот это искал. Окей. Значит, давайте тогда сделаем вот так вот еще. B1 Motion. Это лишнее. Вот. Упс. Что не так? Ага, спасибо. Обратите внимание, что она, паразитка, не сказала, что такого события нет. О, смотрите. Значит, вот событие нажать, отпустить, а вот событие Motion. То есть, вообще говоря, мы можем с помощью этих трех биндингов реализовать ту самую функцию рисования, о которой мы говорили. Ну, скажем, нажимая кнопочку, это начало чего-то, двигаем, рисуем до этого места линию. Кстати сказать, относительно рисуем линию. Относительно рисуем линию с текоинтером ситуация довольно забавная. Ой, это не сюда. Вот. Потому что Canvas – это не растровое поле. Это такой контейнер для графических объектов. То есть, когда мы говорим нарисовать линию, мы буквально говорим создай линию. И вот сейчас покажу. Давайте мы сделаем так. Давайте у нас будет вот этот button down у нас будет запоминать. Значит, тут у нас self. Мы видели, да, что ему приезжает self в качестве первого параметра и event. Ну, что-то типа self.x, self.y равняется event.x, event.y. Вот. А это ничего не нужно. А что там у нас? Button move, например, да? Ну, или mouse down. Давайте переменуем его в mouse down. Mouse down. Вот. А когда будет у нас mouse move, мы будем, допустим, рисовать линию. Написать что-то типа self.createLine и дальше 4, 2 плюс 4 координат. Self.x, self.y – это начало. И event.x, event.y – это конец. Как-то так. Сруф. Спасибо. Вот так. Мне кажется, этого будет достаточно. Только тут надо забиндить тогда mouse move. Move. Только не здесь, извините. Здесь mouse down, здесь mouse move, а здесь ничего. Так. Смотрим. Какая-то ошибочка. CreateLine отсутствует. Давайте посмотрим, какая она на самом деле. Я писал по памяти, наверняка, может быть, она какая-то. CreateLine. Что я написал не так? Create. Ну, молодец. Шаловлю ручонки. Вот так. О! Смотрите, какой веник прекрасный. Что сейчас происходит? Понятное дело, сейчас происходит очень простая вещь. Я рисую. Каждый раз, когда у меня происходит событие mouse move, у меня создаётся объект. В данном случае прямая. Тем, кто из вас, кто вообще никогда с этим не имел дела, потому что я довольно давно такие вещи делаю, правда, не с помощью такая интера, наверное, не очень понятно, откуда эти веники. Да, давайте ещё раз веник покажу. Что это вообще такое? Это вот что. Событие mouse move у нас идёт не вечно. Оно у нас приходит в наш объект с некоторой, ну, частотой. В частности, зависящей от скорости работы компьютера. Потому что вот он успел обработать событие от мышки, прислал нам это событие. Не успел, провалилось в событии. Чем быстрее я вожу мышкой, смотрите, тем реже приходят эти события. Вот я вожу медленно. Каждый раз, когда это событие приходит, мы проваливаемся вот сюда, к этому вот обработчику. Этот обработчик создаёт соответствующую линию. Чтобы было понятно, мы создаём целый объект на поверхности этого самого нашего камерса. У этого объекта есть там внутренние свойства, их там много штук. Ну, например, мы можем взять и написать вот здесь вот что-нибудь типа после выхода print, print, self, нет, не self, app, .canvas, find all. И нам перечисляют номера тех объектов, которые к данному моменту в этом канвасе выжили. Смотрите. Ну-ка. Чё? Как он назывался? Paint? Нет, он назывался. Canvas. Что я сделал не так? Давайте попробуем вот что сделать. Давайте попробуем запустить вот так вот. Наш любимый способ. Ну, только не питона, питон 3, естественно. Тык. А, понятно. Я нажал не на ту кнопочку. Сейчас. Давайте-ка мы туда, давайте мы туда пристроим еще одну кнопочку, кнопочку выхода. Селф.квит равняется button. Да, button просто. Какой? От селф. Текст равняется квит. Акшен. Команд. От селф. От селф. Текст равняется квит. уровень чум. Ставь. По-моему, его надо, её надо куда-то загеометрить. self.quid, grid, куда? Справа положим, да? Grid, соответственно, row равняется 0, column равняется 1. Ну и стики какой-нибудь, не знаю. North, east. А, вот эту вот кнопочку? Можно было, да. Но у нее там что-то с геометрией. Короче, раз уж мы... Ну, понятно, да, можно было вот отсюда вызвать. Вы это хотели. Но все равно пришлось бы потом геометрию перекраивать. И называется она бэквит. Пускай будет так. О! Пустой список. Давайте мы что-нибудь нарисуем. О! В нашем кэнвасе после этой операции выжили объекты номер 1, 2, 3, 4, 5. Ну и так дальше до 44. Каждый из этих объектов является объектом. Под него есть много всяких интересных штук. Например, вы можете сказать к кэнвасу, вот те координаты, «Найди мне, пожалуйста, ближайший объект к этим координатам». И он выдаст вот такой номер. Вот. Да, к ним можно обращаться по номеру. Давайте это сделаем. Допустим, сделаем вот что. Он называется... Не помню. Сейчас вспомню. А, я могу подглядеть. У меня есть шпаргалка. У меня есть шпаргалка. Сейчас мы поглядим в то, что я сделал дома. Где-то должен быть вот такое. Вот. Вы можете просто сказать координ номер. Значит, скажем так. Вы не можете получить этот объект по номеру, потому что его как бы не существует. Этот номер – это и есть сам объект. Но вы можете узнать его всякие параметры, его координаты, его свойства. Вот. И так дальше. То есть мы можем сделать что? Мы можем написать вместо этого что-то типа for i in вот этот самый up canvas find all print up canvas cords, кажется. От и. Координаты каждую... Скажем так, это координаты, там 4. Помните, когда мы их создавали, там 4 координаты. Вот эти 4 координаты от каждого объекта нам сейчас нарисуются. Давайте попробуем. Вот мы эти и эти. О, видите? Это координаты тех объектов, которые мы сумели потом создавать. Разумеется, там много всего можно с ними сделать. Глядите в документацию. Я подкину потом правильную ссылку. Глядите в документацию. Много чего можно сделать с этими объектами. Самое главное, что их можно удалять. Вот. Таким образом, мы можем написать сейчас программу, которая не веник рисует, а рисует красивую резиновую линию, а когда мы отпускаем, ее бросает на экран. В единственном числе. Давайте, предлагайте с места. Значит, смотрите. Мы сейчас написали некрасивую штуку, которая плодит веники. Я хочу, чтобы воркфлоу был такой. Нажимаю кнопочку. У меня едет резиновая линия, и она визуально всегда одна. Отпускаю кнопочку. Эта резиновая линия остается на экране. Предлагайте, что нужно сделать. Я предлагаю сделать следующее. Давайте, чтобы просто, опять-таки, у меня механизм здесь наработанный годами, поэтому, возможно, я напрасно считаю, что это простая задача. Я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю предыдущую линию удалить и нарисовать новую вместо нее. Вот. Значит, поэтому мы должны, когда мы пишем здесь createLine, здесь писать что-то еще self, типа курсор, в знак того, что вот эта линия, которую мы нарисовали, это курсор, который нужно будет потом удалять. Вот. Если был предыдущий, значит, здесь где-то надо написать self-курсор, self... А, не, не здесь. Вот здесь достаточно. Self.курсор равняется none. И здесь написать что-то типа такого. if self.курсор. Если он был... Его надо удалить. self.... По-моему, там delete должно быть. Сейчас я под... Да, да, я думаю, что delete индекс. Self.курсор. Теперь у нас должно происходить следующее. Каждый раз, когда мы делаем mouse move, мы, если был предыдущий курсор, я его удаляем и рисуем новый. То есть количество этих прямых не увеличивается. И тогда нам надо еще на mouse up поставить бинзинг. Вот. Который будет, собственно, оставлять эту линию оставлять эту линию в неприкосновенности. Просто писать self.курсор равняется none. Мне кажется, это все. У-у-у. Оп. У-у. Вот их сейчас будет два ровно объекта. Вот они. Давайте еще раз, да? Значит, что мы сделали? Мы воспользовались тем, что каждая... Ну, здесь, кстати, хранится просто номер, естественно. Вот этот self.курсор – это просто номер объекта, который в данный момент является курсором. Мы создаем некоторый объект. Всякий раз, когда нам нужно перерисовать его в новом положении, мы старый удаляем, новый рисуем. Не вопрос. Вот. Каждый раз, когда нам нужно... Когда у нас поднимается кнопка мыши, мы просто это... То, что раньше было курсором, расставляем, не удаляем. Вот и все. Вот такая прекрасная картинка. Так, хорошо. Давайте теперь просто одним глазом глянем в то место... Наверное, это все-таки вот... Наверное, это вот здесь, да. Что умеет кэнвас? Там может быть полукружность, картинка двухцветная, битмап, многоцветный имидж, линия, овал, то есть, да, многоугольник из последовательности координат, прямоугольник с сторонами параллельными O, X, Y, вот. Текстовая. И window. Window – это такая рамочка, внутри которой можно произвольный виджет ставить. То есть у вас на фоне канваса может быть опять новый виджет. Просто так вставить нельзя. Вот. Как панель инструментов, да, совершенно справедливо. Вот. И куча всяких штук, которые с этим виджетом могут происходить. Да, там цвета рамочки, курсор, который над ним меняется, ну, в общем, много чего. Вот. Вот. Да, теперь давайте, теперь давайте, что давайте? Теперь давайте вставим еще кнопочку, которая будет, которая будет, чего делать? А, теперь давайте разбираться с цветами. Смотрите. У нашей прямой, в принципе, может быть цвет. Вот. Ну, допустим, 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 вот здесь вот мы напишем примерно так. Кстати, не очень хороший, не очень хороший способ вызова, вызова конструктора Canvas, потому что я могу захотеть ему передать какие-то параметры его. Они здесь все провалятся. Если я, ну, у Canvas же конструктор может быть с каким-то произвольным количеством параметров, поэтому давайте лучше не так сделаем. Давайте мы здесь напишем что-то типа... Это я буду цвет задавать. Равняется, ну, допустим, по умолчанию black или давайте, не знаю, midnight blue. Вот. Остальные параметры, если вы помните, они задаются в виде, в виде именных. Вот. Quark, да-да-да. Keyword, вот-вот. Quark. Вот как-то так, да? Во. И здесь... Ой, нет-нет-нет, что я несу? Я немножко сглючил. Это сюда. Извините. Вот. Вот, как-то так. Здесь мы пишем, что у нас self.foriground равняется foreground. И будем вот эту линию рисовать цветом self.foriground. Fill равняется self.foriground. По-моему, так. Значит, еще раз, что я сделал. Я в нашем конструкторе для для пейнта передаю еще один параметр, которого нету, кстати, у кенваса. Вот. Ну, мне кажется, что все будет работать. Нет, не все. Сев. Шаловливые ручонки. Так. Сефл. Да шо ж такое? Сефл. Вот он. Чу-чу-чу-чу. Мид-най-гтх. Господи, прости. Мид-най-гтх. И ты. Ну, наконец-то. Он синенький. Вот если я... Ну, короче, все видишь, что он синенький, нет? Я думаю, можно сделать ряд, в конце концов. Теперь он будет красненький. Во. Вот. Кстати сказать, ну, давайте еще раз посмотрим, да? Значит, я всего лишь передал, передал вот сюда этот самый цвет. Кстати сказать, этот цвет можно оттуда вынуть. Можно сказать так, print-up.canvas. Кстати, опять забыл. Сейчас мы подглядим в шпаргалочку. Не здесь. Вот здесь. Item.cget. Да. Значит, метод item.cget это item конфигуре get. То есть, взять свойства соответствующего item из того, что мы набросали на canvas. И мы у него будем брать этот самый fill. Ну, можно прямо отсюда скопипастить. Хотя, можно и так. Item.c. Configure get. Взять элемент настройки нашего item и fill. вот. Ну, они все будут, сейчас, сейчас они будут все красного цвета. Red, red. Так. теперь давайте разберемся, что там с цветами. Значит, казалось бы, сделать хороший color picker, да даже плохой color picker, это уже целое целое упражнение. Вот. Слава богу, за нас это упражнение кто-то проделал. Ой. За нас это упражнение кто-то проделал. Сейчас покажу. Че? Тик, ага, извините. Вот. Сейчас, а он, может быть, там так есть? Ну-ка. Нету. Значит, то, чего у нас не было в прошлом семестре, то, что вы должны были так или иначе узнать в самостоятельном изучении питона, что когда вы говорите импорт и дальше модуль или from-модуль импорт звездочка, из него на самом деле приезжают далеко не все символы. Если этот модуль оформлен как пакет, то есть большой каталог, в котором есть blablainitblabla.py, то вот в этом blablainitblabla.py указано, какие символы приедут, когда вы импортируете все, а все остальные не приедут. Поэтому можно написать так, from, я сказал, tkinter, import, ну, скажем, color chooser, по-моему, так он называется. Точно, я не ошибся. И вот этот color chooser, он запускает прям целое окошечко. Обратите внимание, что опять-таки нам автоматом запустилось ткшное окошечко. А вот это вот модальное окошко, в котором можно выбрать свой собственный цвет. Это просто готовый кусочек. Он нам возвращает, как видите, пару, тюпль. Здесь значение цветов RGB, причем, как видите, в вещественном виде, да, то есть, мне кажется, там интенсивность до 255, давайте проверим. А может быть и нет. Нет, но должно быть по идее до 255. До 120, да, до 255, видите, до 256 не включая. Вот. А второй параметр, это уже вполне нормальный цвет, как был в домашнем задании, в формате решеточка RGB по два символа в 16-ричном. Ну вот. Вот. Таким образом, мы можем сейчас привинтить к нашему, к нашему, к нашему прекрасному приложенницу, привинтить еще ColorChooser. from tkinter import color chooser. Не кузер, а chooser. Вот. Ну-ка. Да. Давайте его посадим в соседнюю кнопку вот сюда. self.color равня... Это что? Это getColor, да? Равняется button. Что там? Родители у него self. Что там еще нужно? Текст у нее Color. Command у нее self.ask. Нет, у нас маленькими буквами ask.color. ask.color. Так. self.getColor Нет, я сказал getColor точка grid Что у нас? row равняется 0 column равняется 1 только row равняется 1 вот так и стики равняется ну то gen плюс е так да, спасибо мне кажется да, и надо написать и надо написать этот самый dev ask color self return color chooser как оно там называлось? ask.color по-моему, и называлось да? ask color да, вот она ask color по-молчанию можно по-умолчанию кстати выдать self canvas что там foreground да? только только помните, там пара возвращалась нам первая часть не нужна нужна вторая вот так по-моему, я все сделал правильно ну-ка вот она кнопочка color и я не знаю обратите обратите внимание что она находится во втором ряду а вот этот вот canvas находится в первом ряду то есть видите, да, что произошло у нас наша табличка сейчас из четырех ну вот сейчас покажу да табличка у нас из четырех клеточек состоит в левой верхней у нас находится canvas в правой верхней находится кнопочка quit которая не расширяется в правой нижней находится кнопочка color которая не расширяется а в левой нижней находится ничего ну в общем что и требовалось доказать вот так все мы сделали только мы не сделали не сделали как теперь этот цвет куда-то записывать его же не надо да, его надо написать что-то типа надо типа написать что-то такое типа не так типа надо написать self.canvas точка что там а нет не так для начала надо 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 получить да red if red потому что она может нул вернуть тогда вот эту штуку мы перебиваем не равняется red для красоты лучше сделать вот так да вот туда может приехать смотрите туда может приехать туда может приехать нил если мы отменим это окошечко закроем его ну давайте проверим это кстати вот смотрите приезжает ноун настоящий поэтому поэтому здесь надо проверять что приехал не ноун вот мне кажется что никакой цвет не может быть пустым это в любом случае строка в которой что-то есть так тут не видно давайте сделаем потемнее и тверкс и вот они видите все разных цветов red red а теперь вот такой казалось бы все очень клево мы можем развиваться дальше ну например я хочу чтобы у меня была еще посредине еще такая меточка в которой был бы написан текущий цвет заодно и цвет у нее задан казалось бы что такого сейчас делаем self точка и тут мы понимаем что в общем есть некоторая проблема у нас уже есть переменная она называется canvas.forground которая отвечает за этот цвет как он будет попадать вот сюда есть два способа способ первый дублирует все места где меняется где меняется canvas.forground и параллельно туда же писать в нем в них же писать вот 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 в поле текст вот этого лейбла но это как-то не по-человечески да совершенно нет на самом деле ну почти так да на самом деле надо просто завести какую-то переменную и оттуда вынимать из всех мест вот проще всего завести этот самый string var как в прошлом раз мы делали чтобы он прям менялся в момент когда мы что-то делаем и делать get set сейчас мы это сделаем значит текст variable variable равняется где он будет лежать этот string var это понятие чего это понятие наше значит self.forground да здесь тогда нам придется сделать self.forground ну допустим как он называется string var по-моему не помню давайте посмотрим я в этом примерчике где-то в другом месте сделал а ну в любом случае строка вот эта решетка и дальше шестизначное число это тоже строка а давайте 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 вот что сделаем сейчас давайте сделаем вот так вот так и еще раз посмотрим вот у нас красный цвет вот у нас произвольный цвет плохо видно да более того я сильно подозреваю что если вы случайно подберете правильный цвет который в точности соответствует одному из именованных он опять напишет слово но и то и то это просто строчки так что тут никаких проблем сейчас давайте подглядим в спаргалку где я что сделал и нам надо переходить уже на 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 вот здесь я неправильно сделал здесь я сделал хотя какая разница здесь я вот так сделал ну может быть я и прав давайте копипастим отсюда вот вот не сюда а вот сюда вот теперь у нас этот фореграунд это string variable вот соответственно здесь надо писать тогда точка get чтобы получить его значение вот здесь тоже точка get здесь точка set это был ну да и здесь вот тогда будет канвас вот мне кажется то все теперь точка грид точка грид что пускай в ширину тоже расширяется единственное что это и здесь наверно roll 2 да вон она видите шикарно значит размещение виджетов на этой картинке оставляет желать лучшего прям вот желать желать особенно с учетом того что видите у нас обе кнопочки ниже чем ну понятно да они ниже чем канвас вот мы конечно можем написать вот здесь вот вот здесь вот канвас написать column по-моему это называется нам нужно в три ряда row span равняется трем не row а row тогда у нас получится чуть более красивше вот они видите распределились ровно по высоте то есть теперь наш виджет наш наш канвас занимает три строки эти три строки занимают кнопочки домашним заданием будет переделать это одно из один из одно из требований домашнего задания переделать эту фигню таким образом чтобы вот эти три кнопочки лежали в отдельной рамочке ага черт не успеваю рассказать про прогид хотя можете успевать смотрите в чем дело когда вы планируете вот такой вот гуй причем даже чисто ну вот допустим вы решили нарисовать приложение вы говорите так вот здесь у меня будет рамочка ну канвас да рисовалка вот здесь у меня будет блок кнопок управления и вы говорите рисовалка занимает одну ячейку блок кнопок управления занимает другую ячейку сколько в нем будет кнопок управления и как они там будут расположены это дело реализация этого блока кнопок управления сейчас мы жестко завязаны на то что кнопок три и внезапно наш канвас должен занимать три строчки если мы эти кнопки обведем рамочкой мы получим гораздо более простую штуку у нас есть ровно два две ячейки на этом уровне канвас и рамочка и внутри рамочки столько хочется ячейок столько и есть введение одного уровня одного уровня косвенности позволяет решить задачу как правило вот любой другой способ какие-то вычисления относительных координат этих кнопочек друг относительно друга потом значит мы делаем ресайз они внезапно как-то разбегаются в разные стороны любой другой способ приведет к тому что ну будет страшно ну кстати сказать смотрите а почему-то они у нас не разбегаются они у нас не разбегаются по вполне понятной причине они у нас не разбегаются потому что у нас нету у нас вот этот самый конфигурия по-моему не вызван вообще мы не сделали ни RAW конфигури ни COLUMN конфигури для содержимого нашей рамочки для сетки которая внутри рамки а не сделали мы это потому что мы не знаем сколько в ней виджетов давайте тогда сделаем вот что это будет последнее чего я сегодня объясню а с гитом наверное тогда в следующий раз поупражняемся смотрите давайте мы сделаем отдельную функцию которая посмотрит сколько мы насовали виджетов в наш в наше приложение и для них на автомате сделает сделает разметку но что-то в таком духе она будет называться self.adjust вот и выглядит она будет так def.adjust self for помним что когда у вас используется используется упаковщик под названием grid метод size возвращает количество строк и количество столбцов а вовсе не размер там в пикселях например да так что мы можем писать for in self.size нулевое это у нас да 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 спасибо это у нас ширина то есть колонки и можем говорить self.row configure ну скажем я не помню является ли вес вещественным числом кажется нет ну можем пока написать вот так так и здесь колон configure вот что я сделал я в базовый класс добавил еще один метод который будет просматривать все ну в данном случае он ничего не просматривает который будет просто считать сколько какова ширина и высота нашего упаковщика грид внутри этого класса и делать резиновую таблицу в которой все все ячейки растягиваются одинаково здесь надо взять первый индекс а еще надо написать range конечно вот так спасибо ну вот теперь смотри что происходит теперь у нас все резиновое обратите внимание также на то что вот это сейчас будет хорошо видно смотрите ой или нет а нет это просто размер это просто размер все обратите внимание на то что координаты по которым располагаются наши виджеты они меняются а вот координаты по которым располагаются объекты внутри канваса не меняются может это и правильно так значит в принципе вот этот вот метод adjust можно сделать более умным например он будет ходить к объектам смотреть какого они типа и в зависимости от этого думать вот есть в этом в этом в этом ряду есть только кнопки не надо их делать весом делать у этого ряда по высоте меняемого пускай он будет не меняемый по высоте если в этом ряду есть только кнопки или в этой колонке есть только кнопки или в этой колонке есть кэнвас кэнвас точно должен изменяться по высоте ширине значит он должен быть резиновым в общем вот такого сорта мозг можно припаять а можно не припаять Опять-таки, если мы, как я собирался делать в домашнем задании, сделаем две рамочки, то там внутри можно будет уже по-другому задавать геометрию и, например, сделать ее нерастяжимой. Так что есть куда стремиться. Так, мне кажется, в своем роде воспроизвел все то, что я сделал в прошлый раз. Вот. У нас есть пять минут, сейчас я посмотрю, что я успею рассказать за пять минут. Если есть какие-то вопросы, задавайте их прямо сейчас. Тогда я расскажу про одну единственную вещь, связанную с коммитами и с гитом. Совершенно отдельная тема. Прям вообще отдельная. Не кат, а кал. Кал минус три. Вот два. Кал там минус у, например. Вот три. Гит и нит. Кстати, я не знаю, делали ли это. Гит и нит заводят гит-репозиторий. Гит туда добавляет все подряд. Гит коммит минус а минус а. Апент минус м. Коммит месседж. И начал коммит. Че? Я опять слово коммит через один мен пишу. Сегодня уже раз в восемь его так сделано. Вот. Вот у нас есть репозиторий, в котором мы начинаем грязно хакать, то есть исправлять все файлы, которые там есть, забыв про то, что есть правило один коммит, одно исправление, один коммит. Че мы делаем? Мы берем файл, допустим, O2. Ну, O1, допустим, O1. И что-нибудь здесь такое исправляем. Потом тут же берем файл O2. И здесь тоже что-нибудь такое исправляем. Ну, не знаю, вот тут вот. Потом берем файл O3. И тут тоже что-нибудь такое исправляем. Вот. Причем здесь мы исправляем, ну, там, в нескольких местах. Вот, например, вот здесь вот. Так, только давайте не там, вот так. Вот. Ну, и что-нибудь такое, не знаю, какое-нибудь. Что-нибудь вот такое сделаем тут, например. Ой, что же такое-то? Сейчас, секунду. Да, не на то нажал. Ой. Опять не понял. А, знаю. Сейчас, секундочку. Я просто хочу красивше сделать. Вот так. Во. О, все. На хакал. Изменения, три изменения, четыре изменения, значит, четыре изменения в трех файлах. Обратите внимание. Одно изменение в первом. Одно изменение во втором. И два ханка в третьем. Вот это первый ханк, первое изменение. А это второй. В двух разных местах. И тут я понимаю, что елки-маталки. Это же четыре изменения, которые, вообще говоря, должны быть в четырех коммитах. Что делать? Для начала не патиковать. У нас ни один файл сейчас не добавлен в non-staged for commits. Не добавлен в то, что будет закоммичено. И тут мы внезапно выясняем, что закоммичены будут, вообще коммит, понятие коммит, относятся не к файлу, а именно к произведенным изменениям, то есть к тем четырех ханкам, которые мы сейчас видели. Мы можем написать так. git commit, git add, минус v, минус p, минус verbose, минус patch. Ах ты, минутку, пакетик не стоит. Секундочку, надо поставить пакетик. Еще раз, вспомнить бы пароль. Ку-пакетик не стоит. Ку-пакетик не стоит. Ох ты, ху-ху. Прошу прощения. Интерактивной обработкой... Что там не так? А, слишком старый репозиторий. Интерактивной обработкой гитовых коммитов и всего остального занимается специальный модуль, который тут не стоит. Он называется git-перл. Написан на перле. Вот. Вот. Все. Возвращаемся обратно. Дубль два. Смотрите. Это я запустил git-коммит, а он мне говорит, вот этот патч будем применять stage this hang, вот этот hang, это изменение будем применять. Если я говорю yes stage, то он его добавит. Yes. а это будем применять, я говорю no, no, no. Что мы имеем, что мы теперь имеем, какую ситуацию? Мы имеем один hang застейдженный, вот этот, который с файлом o1, и три hang не застейдженных. Если мы скажем сейчас git-коммит минус m first hang, то у нас за коммитится только первое изменение. Вот оно. Вот оно. Минус p. Извините. Вот оно. Только вот это. Повторяем операцию. Минус v минус p. Да. Да. У нас закоммитилось только то, что было staged. Changes to be committed. Вот они. Changes not staged for commit. Вот они. Здесь один hang, здесь два. А мы сейчас так сделаем. Мы сейчас так сделаем. Я, собственно, ради этого и сделал там далекие друг от друга изменения. Добавляем этот hang в commit. Yes. Вот этот hang тоже добавляем в commit. Yes. А вот этот не добавляем. No. И у нас получается довольно забавная ситуация. В которой первые два hang в commit есть, третий нет. Оба hang, и второй, и третий, они из одного и того же файла. Только один из первой части, другой из второй. То есть одно изменение мы накатываем, а другой не накатываем. Кстати, минуса не надо. Если я скажу вот так вот, то редактор commit-месседжа, смотри, что покажет. Он нарисует мне такие волшебные ножнички. А волшебные ножнички – это управляющий комментарий. Со словами, а знаете, вот эта строчка, вы ее не удаляете, потому что, когда мы… Потому что git commit все, что после этой строчки, никуда не запишет. А после этой строчки он показывает тот самый div. Вот они, два. Div на файл o2 и div на файл o3. То есть вот это все в commit-месседж не попадет. Все после ножничек. Все начинающее на решетке тоже в commit-месседж не попадет. То есть пока commit-месседж пустой. Ну вот. Second. Вот. Значит, итак, этим commitом мы добавляем два ханка в историю, а один не добавляем. Ну и все. Остальное. Вот теперь у нас остается один. Его можно добавить так, как мы всегда это делаем. git commit –a –m final hunk. В результате последний commit – это вот этот большой, там, где мы осень вставили. Предыдущий commit – это два изменения, где мы подчеркивание вставили. И предыдущий commit – это changes. Ну и initial commit, который, собственно, задает все эти… Такие дела. Вопросы по этому пункту. А по файлу тоже можно так отдельно подчеркивать? То есть git add – это имя файла, номер… Да, git add – имя файла можно указать, а вот насчет номера ханка не знаю. Вот интерактивно, как видите, это можно сделать. Да, конечно, можно было так сделать, конечно. То есть, вы когда говорите git add, вы можете указать файл. Просто я его не указал, он взял все. Еще вопросы? Только сегодня это узнал? Ну, вернее так, попробовал. Я точно знал, что это можно сделать, сегодня почитал и узнал. Нет вопросов. Значит, домашнее задание, которого еще на сайте нет, будет состоять в следующем. Мы берем вот эту нашу фиговину, которую я сегодня нарисовал. Ну, точнее, не ее, которую на лекции сделал, а ту, которую я сделал дома. Она чуть более аккуратная. Мы, во-первых, в ней, как я уже просил, упорядочиваем кнопочки по-человечески, потому что они сейчас болтаются по всему экрану. Они должны прилипать все кверху. И мы в ней делаем второе окошко с рисовалкой. Такое же. С возможностью копировать содержимое одно окно в другое. Пока что там только линии, поэтому это очень просто. Сначала все. Сначала все. В принципе, насчет выделения я попробую. Я вот буду когда оформлять это домашнее задание. Я попробую, насколько это сложно. В принципе, поскольку там есть специальный метод, найди мне конкретный объект ближайший к данному этому самому, то можно будет еще реализовать таскание объектов. Вот. И copy-paste. Ну, там уже выделение прямоугольничком – это уже мутная такая задача. Там просто много кону. А вот таскание объектов – это интересное что. И копирование всех объектов из одного окна в другое. Как бы понятно, да? Сильных этих самых нету. Догоняйте! Я, по-моему, только троих видел или четверых, кто сделал домашнее задание к сегодняшнему дню. Вот. Там ничего сложного нету, просто догоняйте. Значит, в следующий раз у нас последнее занятие из цикла про тк-интер. Ну, то есть там у нас что-то будет еще встречаться, но так. Вот. И мы начинаем говорить про обмазывание приложений тестами, документацией, переводами. Вот про это все. В принципе, к этому моменту надо уже начинать делать свой семестровый проект. Ну, потому что какое-то количество кода… Скажем так, если вы поднатореете в написании вот этих… Или уже поднаторели в написании чего-то на питоне, то, в принципе, этот семестровый проект делается, ну, не знаю, за три дня. Вот. Но там будет много всяких исследовательских кусочков. Ну, то есть того, чего вы, возможно, просто не знаете и чего я не успею рассказать на лекции. Поэтому готовьтесь к тому, что в велотекущем режиме как раз недели три на это у вас и выйдет. Поэтому к следующему разу было бы очень неплохо придумать механизм, как мы делимся на микрогруппы, потому что для того, чтобы получить какую-то оценку или зачет по этому спецкурсу, нужно не просто сдать большое домашнее задание, да, а сдать его вместе с кем-то. Вот. Для чего, собственно, я завел группу в Конташке, там много народу. Кто у нас не в Конташке? Помашите руками. Вы сможете вступить, а у вас нету в Конташке? Ну, я думаю, что да. Вот. Главное, чтобы у вас был гид, да, Конташка не главное. В принципе, есть же проект мессенджер через гид. Жалко, что он это, через гитхаб конкретно, жалко, что он не получил должного распространения. Хорошо. Давайте тогда вот что сделаем. Давайте тогда у нас будет информацией о том, на какие мы группы разделились, передаваться не через Конташку, а через гитхаб. Я посмотрю, как это сделать и на следующей лекции расскажу. Это будет правильно, я считаю. Все. Всем спасибо. Если вопросов больше нет, то до свидания.